Обычная, казалось бы, простуда привела к гибели двухлетнего ребенка. Трагедия произошла в Таншаевском районе. Как говорят родители, Костя Лохтин рос здоровым и активным мальчиком. Кашлять он просто начал вечером. Утром у него поднялась температура. Но такого исхода никто не ожидал. Щука какой. Какая ему сердечная недостаточность? Сейчас домой придешь, дома все стены, все игрушки, все его напоминают. Дома не знаешь, как находиться, ходишь по улице. Я не верю. На день поселок мы ездили на праздник. Вот как раз он тут на лошади катался. Мы не можем понять, что случилось с ним. Что с ним. Если бы болел долго, мы бы знали, что у нас больной сказал. Бог прибрал его, что болел, мучился. А ведь у нас здоровый ребенок был. Никуда, ничего. В субботу вечером поднялась температура. В районе 9-10, около 10 часов. Сбили эту температуру. Ну, рофен дали. Простуда, простуда. Он, может, по улице бегал, мало ли. Утром проснулся, бегал, оживленный, смеялся. Чуть-чуть хрип был в горле. Как-то значения не придал. Тут на работу съездил. У меня, наверное, час-полтора не было. Когда приехали, хрип больше стал. Моментально сразу собрались и поехали в Таншаю. Буквально через некоторое время ему еще хуже и хуже стало. Вот его унесли на второй этаж. А потом со временем, как сказать, врачи вышли, сказали то же самое. Все с ним, все нормально. То есть сердце бьется. Мы искусственное дыхание подключили его. Сердце сказали крепкое. Как так может быть сердце крепкое? Все нормально, съешься не за здоровьем. Даже сам начал дышать. А от чего он умер? Я вот не медик, но, по крайней мере, видно, что в этом месте воздух не проходит. Но они могли бы хотя бы разрез, катетер сюда что-то вставить, чтобы он так дышал. Плохое отношение, плохое. Я не знаю, почему меня не пускали, почему. Где-то вот как-то все равно должен ребенок с матерью быть. Я же просилась, как мне сказали, вы будете нас нервировать. Как я буду нервировать буду? Я бы хотя бы хоть с ним побыла бы. Я не могу. Сотрудники Таншаевской больницы утверждают, что делали все, что было в их силах. Возле ребенка участвовало до 12 человек персонала. То есть 4 врача, 7 сестер, 6 человек, санитарки. То есть ему было сделано все, что в наших условиях необходимо. Искусство поставлено интераклярная трубка, и искусство ментиляция легких, инфузионная терапия. То есть это все медикаментозная поддержка. Но с поздним поступлением и длительным нахождением ребенка в состоянии удушья. То есть наступило отек, как говорится, уже патологическое осложнение отек головного мозга. Который прогрессировал, температура, и через 10 часов уже наступила смерть за счет сердечной недостатности. Но начало то, что родители с 6 часов утра при наличии дыхательной станции сидели, ждали. Наличие скорая есть, фельдшер есть рядом, в Рожцово. Врач есть, они не обратились. Они поехали своим транспортом в 12.30. В 6 часов почему назад вы не сделали это? Не приехали к нам? Если бы я знал, я заметил. Вот сейчас будете знать. Спросите, извините, приношу соболезнования, но учитывайте то, что ваше, как говорится, обращение было не в свое время. Я бы думала, что это дело, что он не вернет, либо что-нибудь сделает. Вот здесь, здесь педиатр выгодится, здесь участвует. Да ладно, педиатр, как по вилам работают, у меня только одни смертности. Кстати, как сообщили нам в Следственном комитете, по данному факту они проводят доследственную проверку. Продолжение следует...